марина была так лобасов добрый вечер и смоленскую область спасибо и вам тоже добрый вечер грушу память яковлев посмотрели а как пожелать груша в Сильяковле? Будьте черепи со Сильяковле так я сейчас не скажу я сейчас не скажу что же я с вами делаю то у меня в конце концов была выпилена она была настолько извечно искалечена осенья Яковлева 30-летней давности ветеран уже на пенсии был вот у меня есть замена одна молодая осенья Яковлева я к ней не подходил все лето жива здорово то есть как-то подходил и вот я даже по-моему даже не плодоносила ничего сейчас сказать не могу но осенья Яковлева так же как память Яковлева это с первой пятерки если сюда добавить гигант подмосковья если сюда добавить лесную красавицу если добавить лютнего это первая пятерка самый сладкий груш который я родом с Украины пробовал в жизни не знаю у нас в Эбраге родят манджурские орехи но они немного отличаются плодами от вас тоже внутри видео откуда я знаю какие у них отличия понятия не знаю потому что вы знаете я настолько далек Орех серый Орех черный Орех потом чья-то фамилия еще есть тоже Орех вот в общем я в них не разбираюсь с соседом на двоих купили один манджурский выросло огромное дерево вот падает каждый год до 10 вёдер орехов этих вот они свои разбивают едят зимой делать нечего молотковый хотя там мякоти-то чуть-чуть ну наедаются потому что набирает из камешков а то что падает ко мне я вам продаю больше ничего сказать не могу так стоит ли делать обрезку саженца яблони при пересадке если природ всего 20-25 ну что за саженца которые ниже колена я не знаю надо смотреть фотографию Влад пришлите фотографию честно отвечу я не знаю может и не надо но я еще показывал ту горшки допустим осаженец вот такой может и не надо а если голая корня тогда опять все равно закалечит дальше приветствую какой срок сертификации Вишни Жуковского и Волочи Вишни Вишни Волочная Вишня хорошо всходит после осенней посадки буквально вся а сертификация у нее 2 месяца тоже хорошо всходит Вишни Жуковского я знаю плохо если хотите правда я совсем не знаю уже больше лет 15 как у меня плодоносит Вишни Жуковского только в этом году очень слабо рожает птицы жрали как будто с голодного края прилетели вот и фактически она у меня через неделю у нее просто закончится и еще и головной боли не будет ни у меня ни у вас но все-таки строк сертификации я не знаю потому что для этого надо было чтобы я ее по строк сертификации высадил у себя этого не делал никогда редкий случай когда мне нет ответственности в это кто-то может скажет я уже резал покупал а у меня это самый срок сертификации был где-то 2,5 месяца а дальше кто-то скажет да взошла да не взошла для этого мы и общаемся так Валерий Красивич как вы считаете можно ли в целях нехватки измелье вырастить 2 яблони рядом 72 друг от друга со временем кроме сомкнуться будет хотя бы одно дерево на самом деле 2 и каждый на отдельном по двое это как говорится немаловажно все таки деревья сады долго не живут но у меня почему-то живут у меня 30-летие живут хотя это Сибирь так и посадить у меня душа не лежит потому что посадить их рядом у меня есть так пара абрикосов растут плодоносят между ними как раз 7 сантиметров но это исключительный случай а яблони кроме сомкнуться начнут мешать друг другу там будет затенение уже уже неестественное затенение они сами создают свою крону деревья знаете как что я замечал это вы мне дали возможность поделиться важнейшим наблюдением одно из принципиальных почему я ненавижу этих любителей кромсать кроны я заметил что когда вырезаешь ветку из середины дерева именно это место сразу заполняется вот такой вот пустота раз отсюда раз отсюда раз отсюда все заполнено обратно это инстинкт дерева вот нельзя проезжать помните как там это дурацкое советы 8 советов как как это грушу растить там резать каждый год все наоборот только появляется вот такое пространство где-то заполняется сразу ура есть куда расти это очень важный момент это говорит о том что нельзя дерево калечить а что касается вас близко душа не лежит попробуйте посадить до поры до времени не будут мешать друг другу чтобы потом до крона собраться но они начнут не просто собраться они начнут мешать друг другу это сто процент насти как вы думаете почему могла зацвести вишня сейчас очень холодно варианта 2 1 если вы резали течение весны и лето может быть советы такие помню прочитали может быть еще что-то случилось но таких случаях дерево она не знает что у нас не крайний уход куда все деревья родом когда-то кроме этих самых терна дикой груши я бы никогда ничего не росло в россии а все это сошел с юга а у них бывало как дерево искалечится она автоматически становится готовится гибели а чтобы спасти потомство до них быстро быстро перестраивают программу развития ветки ветка вместо того чтобы расти и дальше расти она быстренько перестраивает программу развития почек многих почек и те становятся плодом мало того успевают зацвести и дать урожай почему длинное длинное лето например осень месяц весна месяц и зима месяц остальное время успевает это программе развития когда-то они большего райского саду то вообще зима не было вот а здесь получается так караул спасайся дай потомство а у нас в россии это не исключено потому что когда мы режем 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 при этом случается что или по-моему вот мы не дошли до этого только почки начинают перестраиваться мороз бах и дерево нет или сухие ветки или все дерево к сожалению вот но в данном случае у вас его могло дойти уже до сведения до плодошения нет то засветили и второй момент тот и горьбы даже более реалистичны деревья дальше начинают засыпать приходит осень но настолько нестабильный климат что уснуло все холодно уже все вымерзли деревья уже все листово собирается сбрасывать и друг бах резкое потепление ура весна подумала дерево перед зимой зацвела и цветы погибнут морозы вот это вторая и последняя причина первая искусственная когда количество дерева срочно зацвести успеть дать урожай и вторая просто ошиблась потому что деревья у нас иммигранты потому что им не хватает лета они не успевают дать второй урожай они всего лишь берут и цветут и погибают так агротехника жимолости полная тупица скажу несколько слов то что знаю так жимолость также выращивается к сожалению огромному часто из семян получаются декорей несъедобные горькие и укоренением например я немножко баллся этим я укоренял я получал саженцы прекрасные и продавал вот чисто сладкий получить сразу ограничивая себя чисто сладкий получить не удалось почему ко мне один случай исключительный два случая мне пришли возят ветку шушенская это тоже не могу короче сказать она была вся усыпана плодами необыкновенно сладкими чисто сладкими и обжирался ветку я взял разрезал на куски посадил я все помню я помню что посадил один из кусков закрыл бутылками по моему методу зеленочеренкование только я плохо поливал некогда было пошло две стало два прекрасных дерева я на всю жизнь запомнил что она должна быть сладкая дождался плодношения плоды оказались кисло сладкие но ведь это было полное повторение это было клонирование почему они не сохранили качество родительской ветки я сейчас люблю но был еще один момент якобы жимолось а почему я пока сам не проверил и чему не верю но читал что жимолось нуждается в перекрестовое поление мне три дамы из новосибирска из восхонила фамилия знаменитая но я ее успел забыть за эти годы подошел порты привезли мне три разных сорта жимолось в виде небольших саженцев я запомнил название сластенок чувствуете сластенок синяя поросята третья не помню у меня получилось те два куста и три куста с новосибирска от супер ученого с якобы сладкими плодами и все они оказались кисло-сладкие вкусные и жрали горстями но все-таки кислоты было достаточно а то есть сладости которая осталась в памяти что вот сахалинская жимолость почему она потеряла вкус я и сейчас не знаю вот агротехника она такая куст искусств сало как сало никакой особой агротехники растет как хочешь вопрос только в одном хотите иметь жимолость хотя бы такой как у меня все-таки у меня сортовая жимолость берете кусты ветки прирост последнего года укореняйте под бутылками полив 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 среди чего солнце не сожгло временная тень вот на второй год вовсе делал вкус готов для пересадки вся агротехника так снова тимур ночи около 0 максимум 10 постоянно пасмурно так а вопрос к чему так а про этих слизней не вы надо возвращаться не буду если вы про то что с посадки рядом друг с другом или просто общей информации максимум 10 ночи около нуля нормально ну то и 8 так да а мы в 60 только собираемся переезжать и сад западать неужели поздно и маргарита давайте так вот представьте себе я свой пример мой я вынужден говорить хотя мне горько страшно горько но я вынужден сказать 80 году купил дачу посадил сад практически все погибло взялся выращивать сам вот они уссурийские груши в заброшенном слесхозе вот они за за околица и сибирьки вот китая полно у любого тогда были выше двойности полно чем полно только надо было начать с нуля потом приводится в общем и вот дальше участок все прекрасно а потом черт дергал 5 гектар земли посадка двух тысяч деревьев доведение дополнение большей части в этот момент все сжигают так заметьте знаете сколько мне было когда сожгли мне было пятьдесят пять лет пятьдесят пять в 2005 году потом попытки восстановить перевал привал привал подворь то полно вылезли вот 2008 второй раз сожгли заметьте не просто сгорел сожгли все вернулся на дачу сердца а мне 58 понимаете а вот сколько 60 но у меня правда была агротехника уже вы думаете все эти годы дурака валял я выращивал саженцы и каждый наблюдал наблюдал только там где мне было сил подходить к саженцу это были настоящие прекрасные здоровые деревья все что я делал а я же был дурак дураком вот да нет я не был дураком я был доверчивым умным но доверчив вот и там где я калечил у меня это все гибло все это господи это жуков пропасть гусениц подавесят на дерево по 20 30 по 50 гнезд ведь их каждый не уберешь весной же будет все листья будут мертвой 40 50 гнезд вот это все проходил ходить с ведром соляркой хорошо деревья молодые до сыпочек доставал до большинства эти все это я пережил ну вот у меня сад сожгли я возвращаюсь деревню вот я приходите резервал незаконную дорогу я перенес тут я купила 1 2 3 я 2 миллиона с лишним потратил я губернатор дайте землю вода на все зарастается вот и вот я в 60 практически какой я начал восстанавливать и за эти годы вы посмотрите у меня вот этот самый понимаете а как бы вас хочу они тоже ради хвостовства я хочу вас это вот это все казалось бы господа вы сайт вот фото галерея это посмотрите 2016-17 год видите смотрите 2015 год 2015 год 2013 год но еще есть 2005 вот смотрите видите 15 по 12 то есть я за считанные годы вот это все уже в этом саду когда накупил на 2 миллиона прикупал дорогие по 50 тысяч сотка по 20 сотка по 10 тысяч сотка и вот когда я купил до 2 миллиона то вот некоторые никто никогда не компенсирует хотя это было бросовая земля вот это все 2008 по 2011 считать умеете 2000 нет 2021 сколько лет 14 лет а вы говорите не успею а вы-то на всем готово мне-то никто этого не дарил не давал здесь у каждого сорта у каждого сорта и своя родословная своя история развития вот это все я увеличить два раза не было никогда в сибири и во всей россии вот этого никогда не было это был 40 граммовый академик а стал самые крупные плоды 120 грамм у вас вообще на готово извините разволновался может быть лично я говорю на всем готово сейчас пытаюсь вернуться где был а вы говорите поздно так только привать надо тогда может быстро получше в 60 лет чего не приводит наоборот зимой делать нечего на стругала веток чтобы одинаковые были размеры и одинаковые диаметры все что надо обмотать то что тут это столь против плотника получается так галина волнечную вишню когда пересаживать осень или весной посажена косточка высота 40 сантиметров ну ладно такая зараза она ничего не боится можно и осенью и весной главное сохранить корни ком земли у каждого я почему не говорю однозначно почему я говорю или или у каждого способа есть свои достоинства и преимущества осенью пересадили но когда лист сброшен развитие закончилось почки заложены осенью посадились в первую она прижилась пелусями солнца по первым а весной жди пока тает земля жди пока она выкопаешь ее с мерзлой земли теряется месяц а потом этого месяца видишь и не хватает но это больше касается может зависеть для меня это на уровне сорняка вот кролл растет вот когда серьезные вещи типа персиков и абрикосов черешни там да там уже надо думать как сделать чтобы не погибло посадил вместо снега мороз и вот тебе и прощай дерево оно не успело ложится так поехали дальше варенька сегодня плотность ли в этом году врама для седата какие половины вкуса сейчас я вам покажу естественно обносится я их отношу к первому десятку сейчас секунду мне все равно надо встать потому что ноги затекли сейчас варенька и варенька 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 на секунду сверху только по сторонам не смотрите вот она видите какая ее невозможно спутать что-нибудь другое подсунут вы уже знаете у нее именно цвет вот этот именно из этого цвета назвали варенька вот значит для меня ну она очень вкусная но когда уже зажрался и есть все свои любимицы так всегда бывает лесная красавица как стала любимица это тоже будем считать наука мне еще целых 4 минуты я буду говорить мы договорились в час укладываться вопрос ответы так вот опять история хожу-хожу по саду угощаю а грушта нет вы понимаете уже все всех пробраться грушта нет бах идем кто-то взял ногой пнул выскочила груша из-под листвы он не спрашивания взял попробовал пусть я не дал как так она у меня и лежит лежала потому что я собирать не стал она не съедобная она не вкусная я и собирать не стал первый урожай упало там полсотни их и осталась листвой накрыла такая случайность уникальная удивительная случайность когда человек пнул и а я же думал все я на ней крест поставил а места мало надо выпиливать но еще выпиливать то время не пришло это была поздняя осень гости уезжают я возвращаюсь поднимаю грушу боже я слаще ничего в жизни не ел ах вот это да и тогда до меня дошло ей полежать надо было это не летняя как у меня лада лежала вот Елена Александровна скажет помнишь мы угощали твою эту самую сотрудницу заведующей лаборатории груш собирали толпой помнишь вот еще таких она давно там бедра 10 так и не подняли а все это позади а лесная красавица до зимы вот же она еще не вдумаю вот худо-бедно жара стояла вот время и вышло и вот получается что мраморная груша ну пусть не первой пятерки но во второй а может она и не хуже просто у каждого есть свои любимые вроде лесной красавицы Тимур Валерий Васильевич какие у вас любимые яблоки можете выделить 2-3 сорта по критерию вкус ну тут аж понятно с 35 лет я занимался яблами с тех пор как у меня соседка старушка сказала да вон они груша яблони растут на них и плевать вот откуда она все это знала не знаю вот но я не пошел на рынок я сразу начал плевать сам сразу искал я у Байковой нашел вот эту вот и она стала на многие годы она стала любимицей моей урожая небольшие нет какие там большие урожаи огромные вот у меня же было 500 деревьев на острове только что быстро это все превратилось в пепел 500 деревьев таких было вот только на них можно было жить спокойно это лежат до весны если холодный поле вы хотите постучал твердое каким удовольствием сегодня ели в этом клубе клубе моржей а нет ли ведерко вот так вот все ладно а дальше да как это у всех летние это понятно мелба это понятно так видите если с украины привез мне нельзя кидать ком грязи что досталось мне это как там было я ничего понять не могу почему меня упрекает что я собрал коллекцию а как иначе а как где взять то на рынке не покупал вот так теперь а вам надо 2-3 сорта чтобы размер ну главное для меня вкус водосы давно обеспечено все привиты на морозоке подвое на сибирке на эти самые на дикие иногда баллся на культуре потом значит еще раз самые сладкие внолетние мелба квинти вот из новичков розмарин медовая вот из стариков зимние лежат до следующего урожая теперь шапранный северный сенап так потом для меня новый сорт кондильс белоснежная всем понравилось Сергей его без меня достал я даже знал что он у меня есть у нас есть вот промежутки еще такие знаете культурные но без названий типа осенняя нет типа осенняя полосатая вот все я устал сразу ну вам достаточно два-три сорта просили так вытекающий вопрос черенки да черенки буду продавать я буду прежде всего продавать черенки с молодого сада помните розмарин буду вот одно дерево оставляя контрольное помните фотографию а второе на нем вот так вот штук 50 черенков розмарин буду этот самый зимний сорт вот этот вот тоже пусть у меня всего одно дерево и второе чернобаева но извините это такое чудо вот черенки я специально я их приговорил я не знаю сколько лет продержится вокруг погибли сотни тысяч деревьев я бы прежде всего из-за неумеренной обрезки а мороз то какие бах ударила 40 выдержка когда-то сплошные раны так дальше в общем черенки я буду продавать буду так с абрикосы будут не знаю не спрашивала вот в прошлом году продавал он не нарезал я продавал в этом году пока не знаю каталог будет готов через день это надо выяснить мне некогда надо походить по саду я надеюсь у него нарезать черенки хасанского он тоже не чужая для меня вот я у себя сад почти загубил персиковый вместо плодов страшные раны дорезались мы с Сергеем так ну все кажется мы закончили время вышло наше сейчас мы с вами будем прощаться так вот сейчас будем прощаться вот он каталог семян заказывайте это вам не хухай-хухай вот это вот это вот они рыжие черенки будут не будут но вот это мне надо продать вот так что пока будем говорить только о семенах вот он каталог нажимаете заказывайте а что-то Марина пишет спасибо еще кто-то а Анна Олеговна здравствуйте спасибо большое за это первое на вебинаре понравилось это единственный в России в Украине в Беларуси в Казахстане вебинар такого больше никто никогда нигде не расскажет вот это вам не это не сухая лекция в которой одно и то же повторится вырежьте все ветки вот и вам будут перечислять эти ветки вот вы еще не будете отличать одну от другой потому что ни фотографии ни хрена вот смотрите как выглядит вебинар смотрите он основан вот на этом смотрите это все ответы на ваши вопросы вот это представляете я буквально на секунду я хочу чтобы вы остались с нами почему влагозарядковый полив для абрикосов не практикуем зато практикует для всего и я и причем для абрикосов это единственный человек на всю планету кроме меня я подчеркиваю я уважаю таких людей старые дубцы влагозарядковый полив один из основополагающих агроприемов лить 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 зарядковый влагозарядковый это одна из самых подлых преступных невероятно смертельных агроприемов понимаете что человеку вылетит цистерну в воды тоже самое как можно когда ему нужно дерево 20 литров в лите 20 20 кубов это идиотизм который приводит уничтожение всего подземного а еще и подземный полив я уже не выдержал уже лишние минуты говорю вот и когда я увидел вот это вот мне ой господи господи не практикуем мне сразу понимаете боже мой неужели я ни один на этом свете сколько можно в одиночку толдычить всей планете сколько можно вы что с ума сошли ну выпейте ведро воды выпейте я посмотрю как это ну все надо останавливаться давление подниматься спасибо друзья вам спасибо за то что вам понравился вебинар наших так мало вы не рассылайте эти самые ссылки вы никто не рассылает потому что никто даже вы даже мои близкие друзья ну разыслали бы пять знакомых адресов ведь кто-то бы хоть случайно бы глянул а вдруг у него такой рассад и он хоть узнает как нельзя уничтожать деревьев все друзья заканчиваем смотрите сколько я приготовил вам на этот раз это все мы должны были это ладно все я я я я я я сейчас окажу чтобы выйти отсюда так я сейчас нажму там где трансляция и мы с вами расстаемся все друзья все друзья остановит р